Всем привет, с вами Мимик и мы продолжаем проходить НЕО 2, Амбит Смертей, подробное прохождение. И сегодня мы вернемся обратно на Сон Самурая, чтобы пройти остальные дополнительные задания региона заката и закрыть его, наконец-таки вспомнили. В общем, да, здесь есть много миссий, некоторые из них довольно короткие, некоторые нет. Начнем с первого, Рождение Надежды, 117 уровень, самый минимальный уровень из всех доступных. Ну и самый, наверное, продолжительный из всех, возможно. У меня к тебе просьба исключительно в важности. Пропал сын Вильяма. Мой отец не раз прибегал к твоей помощи, и я надеюсь, что ты не откажешь и мне. Мне очень неудобно об этом тебе просить, но если ты мне поможешь, благодарности мои не будут гарнирс. Да, Хатурик Ханза, это не тот, которого мы встречали нашим героем, а это Ханза, которого встретил Вильям в первой части. На этой локации мы уже были. Поэтому ничего сложного в освоении локации не будет. Ну и, понятное дело, в миссии тоже. Давно не виделись, всегда приятно иметь с тобой дело. На меня напасть это одно, но те трусы за Иосифом погнались. Да, Вильям с нами пошел. Довольно красивая катана. Нравится, как она выглядит. Но это не наш меч дракона. Можно также и еще людей поприглашать, но и так будет все легко. Побегаем в нашем облике героя. Также я что не рассказал, так это... Если взять нашу Моготаму и поставить Сон Демона, мы будем видеть, что значение плюсового... Ну, плюсовое значение увеличивается. То есть заточка на НГ++ у нас уже повышается. И да, я перепутал. Я думал, что наш Водяной Дракон изначально был там плюс первый. Я думал, просто так он заточился. Но нет. Пересмотрев. Ладно. Что у нас по подношениям? Все так же нету кодам. В этом регионе тупо, конечно, сделано. Ничего не скажешь. Ну ладно. Ну, давайте убивать. Да, хоть мы были на этой локации, но мы, получается, с другой стороны заходим. По нему недоступной. Что у нас здесь? У нас здесь будут мини-аренки. Убиваем сразу заблудши воина. Воин Магадсов появился. Убиваем даже без и пандатары. Эх, поломать нельзя. Что у нас здесь? Два большого скелета. Вторая лужа не убралась. Ну, все. Можно выйти сюда. Можно попробовать еще раз подняться выше. Здесь у нас притаились ниндзя. Поэтому нужно быть аккуратным. Здорово. Умирай. Поднимемся еще выше. Здесь у нас светилище. Не особо нужная, на самом деле. Но здесь мы можем спрыгнуть на крышу. Ну, давайте используем. Совсем копейки, конечно, нам дали в качестве. А Мориты за первое посещение, но... То есть, то есть. Здесь у нас... Эээ. Да, два ниндзя. Убиваем, естественно. И осматриваемся. Должны изначально пойти туда. Ключ взять. Здесь мы пройти туда не можем. Здесь у нас тоже мини-арена. Ну, давай используем духа. Ну, давай используем духа. Два скелета. Ну и... Здорово. Магарсо. И здесь мы получаем ключ от часовни. Важный предмет. Слиток Силобара. При использовании дает Амриту. Ладно, это... Это не то, что мы здесь получили. Включат двери часовни храма на Мбанзе. Место, где верующие собираются для вознесения молитв своему богу. Не все часовни просторные и имеют алтарь. Существование некоторых из них держат в тайне. И помещение бывает тесное и бедное. Хорошо. Слиток это фишка кузнецов. Когда мы там прокачиваем или проходим какой-то момент. Можем нашу Амриту запечатывать в слитке. А потом забирать. Непонятно, зачем это нужно, но... Ну, можем. Возвращаем мы с процентом. Там ее нужно будет прокачивать. Получай. Понятное дело, конечно, на актуальном уровне. Здесь было бы опасное место, но... Сейчас же это, конечно, все. Проходится налегке. Здесь у нас бегает Сыклоп. Межай. Здесь мы можем пойти, понятное дело, в это здание. Но пока что туда не пойдем. Сейчас. Давай. Давай. Что. Carlos. Я в тюрьме. Ну, собственно, здесь мы отсюда выходили. Ну, еще одна душа. Умирай. Ну, здесь мы все зачистили. Место, конечно, здесь максимально красивое. Да и в целом локация тоже нравится. Так опасно. Бегаю сейчас на расслабоне. Может быть, ошибка моя. Ну, посмотрим, к чему это придет. Нужно постараться, конечно, на таком этапе здесь умереть, но... Все возможно. Ну и, в общем, всю локацию мы зачистили. Видим, что ничего особого интересного мы не нашли. Поэтому заходим сюда. Здесь у нас, понятное дело, не просто так. Умирай. Вторая волна. Затишье такое перед бурей. Ну... Вильям, дерись. Как-никак. Первый босс. В твоей части. Ну, особо ничего не хотел, конечно, делать. Ты в порядке, сынок? Не особо видно, что он в порядке, но, скорее всего, просто спит. Не знаю, у кого я. Это от него, но задремать в подобном месте не всякий рискнул бы. Благодарю тебя, я перед тобой в долгу. Ну, и здесь нам дают духа. Корабль, на котором я сюда прибыл, по-голландски называется «Любовь». К этой стране любви я не испытывал. Ее наполняли смерть и демоны. Я видел, как в полубитв она узнала, зачем сражаются самурай. Как они дарят любовь опустошенной земле. Она унаследовала дух самураев. А с ним и надежду. Йокута. Одержимость. Новый дух. Сейчас в ролике рассказывалось краски не ее пацана, потому что там говорили о краске о жене Вильяма, которая была тоже в первой части. Не помню, как ее зовут, но все же, да. Он ее там спасал несколько раз, ну, как минимум один. Ну, и все у них срослось, и все стало хорошо. Это, в принципе, нормально. Как же они быстро растут, да? Похоже, этот маленький негодник отправился охотиться на демонов, но в итоге сам оказался в плену. Спасибо за помощь. Если вдруг найдется свободная минутка, заглядывай к нам на Хирата. Хорошо. Да, получили много эссенций, что тоже вполне неплохо. Дух. Понятное дело, формы дикости, потому что кролик заряд аниме и эффективность эликсиров, затраты ки на спринт и нетронутые эликсиры. И увеличение скорости восполнения ки от лекарства. Такое себе, на самом деле. В качестве духа ограничение гармонии тоже двадцать ячеек. Не самый хороший дух на второй слот, если ставить затраты ки на спринт, что тоже такое себе. Поэтому даем посредственность. Ну, в общем, с этим заданием окончено. Ну, сюда, по сути, идут ради просто духа, чтобы получить. Ну и а ну как его эссенции, как его очки навыка самурая получить. Да, у нас автоматически он использовался, поэтому. Что мы тут хотели качать? Навык, отвага. От отваги можно. Оборотень. пускай будет амрита. Ладно. Далее. 118 уровень, достойное доверие. Локон тоже самурая удается. О, так ты все еще в мире живых? Видать, не зря кровь, кровь юка течет в твоих жилах. Ха. Кстати, пока ты там прохлаждался, пара новоприбывших надоедали мне просьбами устроить им доль с тобой. Если ты не против, могу вас друг другу представить. Что скажешь? Давай, довольно опасное задание. Потому что два противника это всегда плохо. Ну, прокачка, конечно, делает. У нас тоже двое мумио, но тем не менее и Ханза и не помню, как тебя заучил. Ну да. Дает время на подготовку. Также здесь неплохо бы использовать котика. Я не вижу. Ага. Хонда Лер. Чуваки, немножко непонятно, что происходит. Что-то происходит. Главное убить одного. не бей мумио, Ханза. У нас с тонфами. Молодец, мумио. если бы пришли сразу в это задание было бы довольно сложным и все риски, которые мы здесь получаем, как бы окей. Ох, не говорил, что было полегко. Да. Не оправдывают награды, поэтому мы пришли сейчас. Перекачка, все дела. Тебе прислали меч, отправитель, правда, не указан. Вместе с этим клинком в твоих руках судьба рода Такугава и всей этой стороны. Это нелегкая ноша, но я знаю, что ты с ней справишься. Парочка из них была так себе, но с ними было весело. Ага, так себе. Конечно. он дается нам локон самурая, бомба кири, это по-моему копье, не меч. Ну да, копье. Про какой меч она говорит, я не понимаю. Ну да. Но снова же самое главное, что дают локон самурая. Далее у нас получается два задания по 119 требуемую уровню. Пойдем, наверное, сначала сюда. Надеюсь, за время сна твои навыки не улетучились. У меня даже есть идея, как тебе помочь окончательно проснуться. Ты ведь справишься, да? Ну как, или убьют меня нафиг. Давайте посмотрим. какой у него способ окончательно проснуться. Забав. Это довольно интересное задание и довольно эффективное задание для прокачки на разных сложностях, потому что здесь будет много у нас мастеров. из них можно выбивать чертежи, которые нам там нужны. И помрите. Тоже довольно все хорошо идет. Также, если мы умираем на каком-нибудь мастере, мы начинаем не все заново. Вроде бы с какого-то тоже мастера, которого не смогли пройти или с предыдущего. нам конечно умирать не нужно, но все же или не попал. Они будут по одному, поэтому можно не спешить убивать. Успел подмену сделать хай атака в древний текст. Хай атака Улучшай. Мумио. Все, конец. Вот такое вот задание у нас. Понятное дело, что без перекачки было бы посложнее. Ну, фармерс они тоже довольно легко. Даже без перекачки, но тем не менее. Как-то так. Ты неплохо дерешься. Ага. Толпу завалили. Похоже, все твои навыки и мастерства по-прежнему при тебе. А может, с татством ты стал еще сильней? Это точно сон был. Впрочем, раз беспокоиться не о чем, пойдем к нам пора. Да нет, я просто пришел сюда. После сна. Полна ужаса. Изревле не считают, что источник сил демона кроется в его рогах. Так, видишь ли, меня давно интересуют эти самые демоны. Я часто задаюсь вопросом, кто же из них сильнейший. Возможно, ты не прочь это выяснить. Попробуем. Давайте попробуем выяснить. Оп. Видим гаки. Здесь, понятное дело, у нас будут волны юкаев. Толстик. Это, понятное дело. Там, на самом деле, ма. Там помонять. Продолжение. Толстик. Это, понятное дело. Да. Продолжениеake. Оkeln. Орен. Попробуем. Толстел. Толстик. Толстик. Добиваем И пандатарой Снова гэки Большой гэки Годжики Блин, не попал в тайминг Ладно Помирай Бабка Это задание довольно сложно До челленджа Без смертей Потому что Здесь Когда мы умираем Например после Годжики Будет чекпоинт Вроде бы после него Так там надо В один присест Всех поубивать Самый нелюбимый мой Босс Один из самых Блин Далее Хм Ничего не видно Задание выполнено Древний текст Меч Рюмена, Сукуна Хорошо Вот так вот у нас Задание Можно было еще ресурсов использовать Но тем не менее Неприятно, так скажем Особенно, когда по незнанке сюда В первый раз заходишь Думаешь, ну вроде бы все А там оказывается не все Вот это да Тебе удалось в одиночку с ними всеми справиться Похоже, сильный тебе демона не найти Одобре Котик одобряет Это супер Ну и Последнее задание Биение бедствия Прошу, поспешим Заточенные в храме Бедуин и Юкай Оказались на свободе И наводнили окрестности Если с этим ничего не сделать Они устроят в столице настоящий хаос Только ты можешь их остановить Тоже задание С волнами Юкай Ну на этот раз С волнами боссов Хотя у нас здесь тоже были боссы Но Попадались еще и обычные Юкай Здесь у нас Три босса Светилище Левелап Хорошо Подготавливаться тоже Особо не будем Хотя здесь котик полезен Конечно, котика все-таки Буду использовать Ну и погнали Первый у нас Яцунаками Минус Яцунаками Здесь неплохо Фармить Ихни души Второй босс Четан Дорзи 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 Бедный Бедный Третий Атаке марат Собственно Персоной Здесь с ним тоже неплохо Можно подраться Ну либо просто заспамить Тоже неплохой вариант Как-то так Дорзи 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 Еще один дробный текст ну и душа Тебе удалось спасти столицу от неименуемой катастрофы Я искренне тебя за это благодарю Эти Йокати самые создания, что в далеком прошлом уже однажды чуть не уничтожили эту страну Если им снова удастся вырваться на свободу, я боюсь даже представить себе масштабы разрушений Мне стоит найти способ избавиться от них раз и навсегда Хорошо? Да, души боссов Удача сил атаки Такой себе Ну да Ну и в общем, если смотреть, то мы выполнили все задания с заката Хорошо, теперь пробежимся по скрытым точкам и закончим это видео Ну и начнем с первой точки Находится она здесь Татоя Сакай Сакай Промышленный регион, располагавшийся на границе между провинциями Сетсу и Ильзуми Этот процветавший порт и центр торговли был сожжен до тла в ходе осады Саки Окей Далее мы идем направо И получаем капюшон поджигателя Тодайдзи Храмовый комплекс в провинции Нара Прославившийся своей гигантской статуей Будды Великий храм Будды, в котором и находится статуя, сгорел во время войны между Марсунагой Хисахирой и тремя сторожами Мьоси, Йоси и Цугу Из-за чего статуя на какое-то время казалась под открытым небом Окей Далее мы движемся далеко наверх Броня уголовной палаты и белый капюшон Замок Цуруга находится в провинции Этидзен И ТДН, верно Или Этидзен, да, скорее всего, потому что это Зен Атани Йоси Цугу Полностью его отремонтировал Сделал своей резиденцией Однако после битвы при Саки Гахаре Замок остался без владельца и оказался на попечении местного губернатора Окей Теперь движемся немножко вниз Шлем Храбреца Саки Гахара Местность на западе провинции Мина В ее стратегической точке некогда находился пост Фува Носеки Со временем земли на восток от Фува Носеки стали называть Канда Буквально на восток от Барьера А земли на западе Кансай На запад от Барьера Ну и последняя Секретная точка этого региона Вот она Блин, сложно найти Кусанаги и Цуроги Святилище Атсуган находится в проникце Аваре Именно там хранится легендарный меч Кусанаги и Цуроги И потому оно является вторым после Святилища Исэм Важнейшим святилищем Японии Хорошо? Правда мы получили Кусаригаму Они Или что мы там получили сейчас А нет Кусанаги Краски мы получили Да, топливо В общем, да Это у нас все скрытые точки Этого региона И вот такие у нас все задания получились Этого региона Да, довольно сложные Если бы мы пришли бы сразу И могли там С более долей вероятности умереть Потому что потеть там приходится Опасно Но тем не менее Перекачка Делает свое дело Дальше мы пойдем Ученик Тенго Первое ДЛС Второе И третье А после этого Уже пойдем На сон демона Ну, сон сильного Наверное позже Пойдем В ДЛС Потому что тоже там Немножко опасно Но тем не менее Может за кадром буду проходить Посмотрим Ну, кроме сюжеток Наверное Но тем не менее Вот такие у нас задания заката Я надеюсь Вам понравилось это видео Увидимся в новых видео И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok